Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, несколько минут, чтобы, на мой взгляд, правильно начать день трейдера с оценки основных событий, того, что интересного было на дне минувшем из, опять же, тех событий, которые мы относим к категории фундаментальных. Соответственно, сегодня, друзья, у нас новые отчеты, новые данные, новые ориентиры фундаментальные, и о них мы, как и всегда, поговорим. Вкратце, на что сегодня обращаем внимание? Безусловно, это нефть, поскольку раз на календаре вторник, значит, мы ждем отчет от Американского института нефти. Он публикуется традиционно поздним вечером, буквально переходит с торговой сессии вторника на среду. Это важная статистика. Почему? Потому что, так же, как и с рынком труда США, когда по оценке частного агентства EDP судят о том, каким может быть религиозным фармплэрлс, в статистике по рынку нефти то же самое. Сначала мы разбираем оценку Американского института нефти по росту запасов нефти и бензина, соответственно. И после этого стараемся соотнести эту статистику с тем, что мы можем увидеть уже от администрации электрической информации. Это отчет, который едет, собственно, на торговую сессию среды. Плюс ко всему у нас далее по важным событиям, точнее, собственно, статистика от Американского института нефти, она будет закрывать торговую сессию. А вот с чего можно начать, это протоколы, которые уже позади, собственно, по Резервному банку Австралии, по влиянию на австралийца. Австралий снижается, все в соответствии с нашим с вами прогнозом. Но еще, друзья, в 12.05 нас ожидает выступление Филиппа Лоу, которого возглавляет этот регулятор. Я думаю, то, что некоторые положения протоколов будут разобраны, изменится ли риторика, я думаю, что вряд ли. То есть мы можем рассчитывать на прежнее мягкий потекст, важность текущих стимулов, целесообразность и причины, собственно, сохранения политики неизменной. Я об этом также чуть подробнее остановлюсь позже. И, друзья, еще хочу отметить одно событие. Почему хочется сделать на него особый акцент? Ну, оно состоится, правда, не так уж и скоро. Это в 3 часа ночи уже, получается, со вторник на среду. Это выступление председателя американского регулятора, пока что еще, председателя Джанета Елен. Если у вас есть возможность послушать и последить за ее комментариями, конечно же, за тем, что покажет доллар, пожалуйста, сделайте это. Ну, а завтра в 9.30 по московскому времени традиционно я попробую разобрать тезис на все, что будет сказано. И мы еще раз отследим, опять же, динамику и попробуем определить причины тех или иных движений, которые сегодня на рынке пойдут. Ну, а теперь давайте подробно. Как и всегда, начнем с нефтянки. В принципе, если даже не только сейчас циклица на рынке нефти коснутся поверха большинства наших инвестиционных идей, неделя началась очень неплохо. Доллары растет, рисковые активы снижаются, фунт держится особняком. Тогда, когда евро, австралийцы, на мой взгляд, не садут вниз, фунт, напротив, растет. Это тоже в соответствии с нашим с вами расчетом, потому что мы поверили в возможность более жесткой риторики со стороны британского регулятора. Уверим также в потенциальный прогресс по переговорам по Брэкзиту. Не хотим негативить по тематике, связанной с потенциальной отставкой ТРС. Мы, в общем, не копаем там, где не нужно. И я считаю, что наш с вами прогноз именно роста британца, он имеет четкую аргументированную линию, которая позволяет и дальше ставить на то, что пара фунт-доллар выберется из вот этого затяжного боковика 1.3050-1.3250 и, наконец-таки, покажет более высокие ценовые значения. Если откроете дневки, вы сможете убедиться в том, что не совсем тривиальная картина. Обычно фунт знает, куда ему стоит двигаться. Сейчас у нас уже больше месяца вот этот интервал, диапазон, который держится. И я надеюсь, друзья, то, что чем больше времени мы сейчас отстаиваемся на текущих аргументировках, тем больше удастся накопить вот этот фундаментальный импульс, необходимый для прострела. И будем надеяться вверх. Поэтому, раз уж коснулся британца, напомню, что я вижу этот актив против доллара на отметке 1.34. Что касается нефти, этот инструмент нефтянка, не только Brent и WQCI, они ведут себя так, как, на мой взгляд, должен. Сейчас с учетом оценки информационного фона. Закрытие прошлой торговой сессии, начало недели 62.16 по Brent и сейчас инструмент торгуется повыше. Но гораздо ниже тех локальных максимумов, которые были достигнуты на закрытие прошлой недели. Ну, чтобы разобрать ситуацию, хочется отметить, что у того роста, который случился под конец недели, нет на самом деле никакого серьезного фундаментального обоснования. Ну, разве что отчет Baker Hughes, мы ждали то, что количество терминалов снова вырастет от данной нефтесервисной компании. Количество терминалов осталось на ближнем уровне 737 единиц, и, возможно, это позволило трейдерам несколько откупить этот актив. Есть также и технари, которые считают, что распродажи в начале недели были чрезмерными. Это чрезмерно создало возможности для локального отката, коррекции, вот, пожалуйста, и возможность для трейдеров перед выходными закрытие, собственно, позиции, переосмыслить свое видение ситуации на рынке нефти, может, переспредить капитал, возможно, даже в пользу других активов. И открытие этой недели, снова распродажи, снова живы-здоровы те самые идеи, о которых мы с вами говорили. Да, до заседания ОПЕК остаются считанные дни, да, оптимисты верят в то, что что-то можно будет выжать из этого фундамента, соответственно, есть еще и опыт того, как трейдеры закладывались под события такого формата на протяжении всего 2017 года. И здесь правило – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Я допускаю то, что такой сценарий может сработать, но все-таки хочу сделать здесь маленькую ремарку, связанную с тем, что мы все прекрасно знаем, о чем пойдут разговоры. Какие вопросы будут на повестке обсуждений и каких договоренностей удастся достигнуть, максимум, если удастся достигнуть. Это продление, пролонгация соглашения по снижению добычи до конца 2018 года. В текущей редакции это соглашение истекает в марте 2018 года. На большие радикальные шаги, как еще большее снижение объема добычи сокращение квотов вряд ли участники этого союза пакта пойдут. И я напоминаю вам про позицию России, которая лишь рассмотрит возможность, скажем, примкнуть к соглашению о продлении сделки, но не о договоренностях по поводу еще большего ограничения. И позиции России, в принципе, если уж совсем не вдаваться в подробности, я думаю, что для многих очевидно, потому что не вся остается основным источником дохода и тоже собственноручно ограничивать себя в производстве. Понятно, что с меньшим энтузиазмом, скажем, эти идеи будут обсуждаться. Поэтому сделку продлят, друзья. Мы уже с вами смирились до конца 2018 года. Но разве на том, что уже известно, можно вырасти еще сильнее? Я думаю, что нет. Поэтому я предлагаю вам снова вернуться к тому скепсису, который на рынке присутствует. Этот скепсис связан с ростом именно негатива фундаментального касательно того, что Соединенные Штаты Америки своими планами, текущими показателями по производству создает угрозу, вследствие которой на рынке нефти по-прежнему будет сохранен переизбыток, даже несмотря на те действия, которые принимаются участниками этого самого пакта. Поэтому я ставлю лично на этот рыночный пессимизм. Я напоминаю вам то, что в декабре американские сланцевые производители планируют поднять планку по добыче еще на 80 тысяч. Соответственно, общий объем добычи с традиционным, с текущих 9, получается, 64 миллионов, может вырасти с учетом этого показателя до 9,72. Представляете, как близко там будет уже планка в 10 миллионов. Я считаю, что мы увидим эту статистику, увидим этот показатель, и Штаты будут оставаться тем регионом, который провоцирует нисходящий затяжной ралли. Вот на него, друзья, я и рекомендую делать ставку. Ваша задача, как трейдеров, заключается в том, чтобы также возвесить те события, которые есть, разделить либо со мной, скажем, участь продавцов, либо поверить в возможные новые договоренности и поверить в то, что нефтянка еще увидит, скажем, крайне высокие цены, вернется к, как говорят, суперциклу высоких цен на нефть. Я разделяю сценарий номер один, ставлю на снижение прямо с текущих уровней, хотя я, честно говоря, продаю довольно давно. Небольшим объемом больше капитала буду завать в рынок после того, как котировки пробьют планку 60 долларов за баррель. Сегодня в 20.30, друзья, считаю, что статистика от Американского института нефти снова укажет на прирост запасов. Соответственно, это может стать причиной еще большего давления на котировки нефти. Рубль 59.34 без изменений, поэтому давайте не будем останавливаться. Дальше идем. Доллар японская и иена. К сожалению, вчерашняя торговая сессия, хотя абсолютно ожидаема, торговая сессия понедельника, она обычно не изобидует сильными отчетами, мы ничего и не ожидали от рынка. Но движения были неплохие. Хорошо, что это движение, которое способствовало укреплению курса американца. При этом, разбираясь в причинах, я думаю, что рынок все-таки приходит к осознанию того факта, что очередное бурление темы, связанной с расследованием и поиском российского расследования в американских выборах, эта тема быстро появляется и быстро уходит на второй и даже десятый план. И рынку придется консолидировать все свое внимание уже на том, что более насущно сейчас. Это налоговая реформа. Раз нет негатива, значит, по крайней мере, не стоит закладываться под него. Да, нет и позитива. У нас нет сроков. У нас, я даже честно говоря, друзья, к своему стыду не смогу вам точно сказать, когда пройдет голосование в Сенате. Но попробую найти дату по этой реформе и обязательно вам расскажу. Думаю, то, что сейчас рынок больше сосредотачивается уже на декабрьском повышении процентной ставки. И с каждым днем начинают верить в это все больше и больше. А, соответственно, доллар получает поддержку от роста доходности американских облигаций. Может быть, даже доллар также поддержал и позитивную динамику, которая продолжает развиваться, несмотря на факт перекупленности в рамках американского фондового рынка. Но настроения явно улучшились. В частности, если вернуться к паре доллара и японская иена, мы видели, как торговая сессия понедельника была открыта с распродаж. Распродажи доллара, значит, повышенный спрос на иену. Если растет курс японской валюты, значит, есть какие-то факторы геополитической нестабильности, заставляющие трейдеров уходить в защиту. И эту неделю мы с вами открыли с очередного политического, скажем так, серьезного фундамента из еврозоны. В данном случае речь идет о том, что партии Меркель так и не удалось сколотить традиционного правительства. Я, кстати, сейчас чуть подробнее остановлюсь на этой теме. Поэтому трейдеры переживали, что риски дополнительной неопределенности это явно не способствует спросу на рисковые инструменты, простите за этот толок, и решили сделать ставку на рост франка, на рост иены, на рост золота. Но эти покупки были кратковременны, потому что после настроения улучшились, и эти настроения также на глушение были связаны с изменяющимся новостным фоном. То, что доллар японская иена растет, я думаю, что этот трейд будет сохранен, в частности, котировки на текущий момент в 112.52. Не то, чтобы мы высоко забрались с того уровня, о котором мы говорили в начале нашего вчерашнего брифинга. Ну, 50 пунктов есть. Давайте ждать курс выше, тем более, что впереди мощная фундаментальная поддержка. Завтра протоколы последнего заседания. И считается то, что эти протоколы позволят трейдерам переоценить шансы на повышение процентной ставки. Сейчас примерно 80-84%. Вероятность того, что в декабре ставку поднимут, думаю, что после протоколов можно будет наладить о вероятности в 90%. В общем, жду доллар выше 113.50, ну и как минимум в районе 114. Евро против доллара. Здесь, безусловно, нужно говорить, опять же, о самом важном сейчас политическом событии, которое стало неожиданностью буквально для всех. Для меня точно. Я был абсолютно уверен в том, что Каскер Германии, Ангел Меркель, не получив после парламентских выборов необходимого достаточного большинства, сможет договориться с альтернативными позиционными партиями. Вы помните, что после сентябрьских выборов мы с вами говорили о том, что вопрос достижения вот этого политического единства с оппозицией, создания политического альянса с социал-демократической партией, на него потребуется какое-то время, но не то чтобы совсем много. В данном случае прошло уже больше месяца, и Ангела Меркель сообщила буквально в минувшие выходные о том, что ее инициатива, ее намерение, опять же, попытка создать политический союз, к сожалению, потерпела фиаско, и тем самым вот это заявление, оно поставило под сомнение, в принципе, и ее будущее как канцлера, и серьезно повысило неопределенность, потому что отсутствие политического лидера во стране союза, лидирующей партии, это угроза для новых выборов. Поэтому, если разбирать сценарий дальнейшего действия, что мы можем по Германии услышать дальше? Ну, возможно, Меркель попробует договориться с другими партиями, с еще большим меньшинством, с христианской демократической партией. Возможно, она будет вызывать к президенту Германии с просьбой провести еще одни парламентские выборы, и там она уже позже постарается. Но такого не было больше 50 лет, друзья, в Германии. И я не думаю то, что выборы смогут финансировать так быстро, тем более, что прошлые состоялись уже в сентябре. Поэтому поначалу реакция была связана с активными распродажами евро, потом настроения чуть улучшились, но это улучшение настроения было связано с тем, что президент Германии попросил политической партии снова сесть за стол переговоров и договориться уже наконец-таки. Потому что сейчас Германия, будучи лидером Европейского Союза, оказывается в таком положении, когда с ее мнением уже не считаются. Потому что у Германии нет политического лидера, как и раньше была партия Меркель. Вот такое вот, друзья, очень развитое, в хорошем смысле, совершенное, наверное, демократическое общество. Я думаю, что у сторонников праведных политических режимов, ну, может быть, в контексте, опять же, с российской экономики должно возникать чувство зависти. Ну, думаю, все понимают, о чем я говорю. По евро, учитывая то, что растут риски неопределенности, я думаю, что при любом сценарии мы будем говорить о данной терминологии неопределенность, неопределенность, неопределенность. И напоминаю, что я еще верю в рост доллара. И, соответственно, дополнительное укрепление американца, помимо фундаментального пресса со стороны политических рисков, может, собственно, снова создать хорошие условия для движения евро в район 1,15. Текущие котировки 1,1737, друзья, ниже, чем мы наблюдали пару в конце прошлой недели. Думаю, так и будем постепенно смещаться вниз. И чтобы окончательно убедить вас в том, что евро дорога вниз, я хочу приправить, опять же, этот обзор еще вчерашним комментариями Драги во время его выступления, который разделил речь, скажем, на массу комплиментов в экономике в связи с действительно хорошими статистическими показателями. И тут же отметил, что по-прежнему очень серьезной головной болью для Европейского центрального банка являются низкие значения инфляции. И, как ни крути, у инфляции до сих пор нет самоподдерживающегося механизма роста. То есть он снова косвенно между строк дал понять, что именно действующие экономические стимулы, прежде всего крайне низкие процентные ставки, они по-прежнему способствуют хоть какому-то прогрессу именно в росте инфляции. По евро, я думаю, что горизонты ясны. Друзья, я не могу сказать, где евро будет сегодня к закрытию торговой сессии, к концу текущей недели. Если бы заявлял о другом, я бы, наверное, был бы матчем. Поэтому я точно скажу, что фундамент – это способ анализа финансовых рынков, который позволяет вылавливать с максимальной долей вероятности определять долгосрочные тренды. Дальше идем. Австралийцы против доллара. Австралийцы снижаются, как я уже отмечил. Причина протокола. Протоколы ничего нового нам не сказали. Мы были знакомы с сутью еще после того, как состоялось заседание буквально неделю назад для Зерного банка Австралии. Но тезисно напомню вам то, что текущая политика, а именно низкие процентные ставки и некий экономический режим соответствуют цели экономического роста и по инфляции. Вот что было нового, так это в этих протоколах. То, что в качестве еще одной проблемы для экономического роста были отмечены низкие показатели производительности труда. Вот раньше об этом не оговорилось. Также была обозначена неопределенность, связанная с отсутствием устойчивых темп, показатели роста заработных плат. Но это все об одном и том же. Это сигнал слабой потребительской активности, точнее, может быть, даже первопричин слабой потребительской активности. А без здоровой потребительской активности у нас не может быть роста инфляции. Соответственно, если есть дефляционные риски и силы, которые влияют на этот показатель, значит, Резервный банк Австралии будет придерживаться прежней политики. Если вас интересует, когда ставку поднимут в следующий раз, я думаю, что в 2018 году точно не поднимут. Хотя по фьючерсным контрактам сейчас вероятность около 50%. Думаю, что будут ждать до последнего, возможно, до 2019 года. Австралийца с вами продаем. Текущие котировки у нас, секундочку, 0.7537. Новозеланец тоже прежний прогноз. У нас цель как минимум 0.6750, в идеале 0.67, сейчас 0.68. А Новозеланца мы с вами продаем, потому что там статистика крайне плохая. Плохая удручающая индекс активности в производственном секторе. Я вчера об этом говорил. И еще первые, опять же, компоненты, которые мы изначально анализируем перед выходом основного показателя по инфляции, это индекс цен производителей. Там тоже серьезный спад. Фунт против доллара, друзья, сегодня у нас слушание по инфляции в 13.00 по московскому времени. И, возможно, это еще не подтвержденное сообщение, сегодня будет выступать и Карни. Но, разумеется, каждый раз из последней конференции Карни мы слышали, опять же, от него подтверждение ваше сохранение жесткого курса монетарной политики, потому что Банк Англии пытается повлиять на курс, чтобы снизить темпы роста индекса потребительских цен. Полагаю, что если конференция состоится, риторика будет прежней, поэтому, мои друзья, давайте и дальше покупать британцы, как это делали и ранее. По доллару канадцу тоже пока все без изменений. У нас котировки 1.28.04 на 20 пунктов выше, чем во время федерального брифинга, но ниже, чем наша с вами цель 1.30. Здесь в пользу роста по-прежнему говорит слабая статистика по канадцу, именно крайне низкие значения инфляции, отсутствие перспектив по скорому повышению процентных ставок, пессимизм со стороны руководства Банка Канады, ожидание снижения цен на нефть, да и, в принципе, это снижение мы вчера наблюдали, ждем, вначале, отметки 60 долларов за баррель. Это тоже будет негативный момент для сырьевого инструмента и сырьевой экономики, как Канада. Ну и не забывайте про рост долларов, в который лично я еще верю. Поэтому USDCAD у нас с вами цель 1.30. По основным событиям, собственно, текущей торговой сессии мы с вами поговорили. Пожелаю только хорошей, удачной, прибыльной торговой сессии, друзья. Не забывайте, что в случае чего вы можете оставить вопрос, комментарий, высказать свою позицию на нашем канале на YouTube, но если у вас не затруднит, я думаю, что это не так уж и сложно, параллельно поставьте, пожалуйста, лайки под видео. Видео мы снимаем каждый день, все для того, чтобы у вас было больше информации для трейдинга, для принятия инвестиционных решений. Фундаментальный фон я стараюсь охватывать это под спорь к вашему, возможно, и дополнительному техническому анализу, либо альтернативное мнение вашему фундаментальному анализу. Ни в коем случае мои идеи это не панацея для прибыли, неэффективной торговли, это только субъективное видение. Вы праве либо придерживаться его, разделять, либо не разделять. Но оно только лишь способствует и предназначено для того, чтобы вы более четче владели новостной картиной, которая окружает наши с вами любимые спекулятивные финансовые рынки. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok